Приветствую вас на своем канале. Как же избавиться от симптомов ВСД и невроза? Очень частый вопрос, волнующий абсолютно всех людей, страдающих тревожными расстройствами. Дело в том, что в данном случае слово симптом не совсем подходит, потому что ВСД не является болезнью. Это то же самое, как если бы вы активно занимаетесь спортом, при этом у вас учащается сердцебиение, и вы говорите, стоп, это тахикардия, нужно срочно от этого избавиться, иначе это приведет к какой-то катастрофе. Хотя на самом деле занятие спортом как раз и развивает ваше здоровье, укрепляя сердечную мышцу. Точно так же, переживая какой-либо стресс, вы волнуетесь, либо переживаете за что-то так сильно, что это видно, у вас учащается тоже сердцебиение, поднимается давление, вы ощущаете потливость, мышечное напряжение, и тоже говорите, стоп, этого не должно быть, это симптомы, это симптомы какой-то болезни, хотя на самом деле это нормальная физиология организма, как в случае занятия спортом, так и в случае с эмоциональным напряжением. Все ваши так называемые симптомы это результат эмоционального напряжения, это физиологически нормальный процесс. Но, когда вы данные симптомы ощущаете не совсем в уместных ситуациях, то есть вы поднялись утром, и у вас сразу пульс валит очень сильно, 130-140 ударов в минуту, просто так, у вас поднимается давление, у вас потливость, вас трясет с самого утра. В действительности это вызывает озабоченность, и в том случае, когда у вас расстройство с пищеварительным трактом, боли какие-то в спине, в мышцах и так далее, вот симптомов этих огромное количество, на что вы обратите внимание в данном случае, то у вас и будет болеть. И, безусловно, вам хочется от этого избавиться, хочется как-то убрать, не чувствовать то, что у вас происходит сейчас в теле. Но, как я уже сказал, в данный период вашей жизни это абсолютно нормально, да, нормально при тревожном расстройстве испытывать вегетативное проявление, да, вот ваше эмоциональное напряжение переходит, ну, соматизируется, и вы чувствуете его в теле и пугаетесь, да, как у вас в руках, там, ощущения какие-то, да, неприятные, как будто онемело всё, ноги как будто онемели, вам кажется, что вы сейчас упадёте, головокружение появляется, скачки давления, сердцебиение, напряжение в мышцах, нехватка воздуха, ком в горле, понос, запоры и так далее. То есть этот список можно продолжать бесконечно, потому что, как я уже сказал, на что вы обратите внимание, о чём вы подумаете, то, собственно, у вас болеть и будет. Так как же от этого избавиться и возможно ли от этого избавиться? Ну, я выделил аж целых семь способов, как можно погасить это состояние, от более неэффективного к самому эффективному. Что номер один? Номер один – это приём транквилизаторов. Безусловно, безусловно, эффективно в плане снятия симптома. То есть вы бабахнули, допустим, тот же феназепам, и у вас тревоги стало меньше. Возможно, вообще прошло. Вы не испытываете страх, вы не испытываете такое учащённое сердцебиение, давление тоже немножко понизится, и вы почувствуете себя лучше. Но можно ли это назвать лечением? Можно ли это назвать избавлением от тревожного расстройства? Навряд ли, потому что вы просто гасите симптом. Это то же самое, что вы горе запиваете алкоголем. Напились, вроде бы вам стало легче, на утро всё вернулось с ещё большим эффектом, эффектом рикошета. Точно так же у нас и возникают случаи с транквилизатором. Да, если вы переживаете какой-то временный стресс, может быть, да, вы волнуетесь, и это вас заставляет как-то вести себя неподобным образом, а вам необходимо быть в нужной форме, да, может быть, это является оправданным действием принятия транквилизатора. Но в долгосрочной перспективе это ни к чему не приведёт, кроме как к зависимости. Поэтому лечить транквилизаторами тревожное расстройство и все проявления вегетативного напряжения абсолютно бесполезно. Второй вариант – можно принять антидепрессанты. Ну, этот вариант, скажем так, немножко получше в долгосрочной перспективе, потому что он действительно приведёт к улучшению со временем, да, спустя месяц приёма вы почувствуете улучшение, появится немножко настроение, и, соответственно, тревоги станет меньше. Но опять же, когда вы в дальнейшем отказываетесь от препарата, ну, тут надо отдать должное, что антидепрессанты можно принимать довольно-таки долгий период, то есть от полугода и до года, до двух, до трёх, как люди принимают, по-разному. Да, но потом вы отказываетесь, и, как показывает практика, что всё равно всё возвращается обратно. Вот в большинстве случаев есть, конечно, варианты такие, да, что попил год, потом отказался, и вроде как нормально, да, но в процессе этого жизнь поменялась, и, скорее всего, это сыграло ключевую роль, а человек приписывает заслугу антидепрессанту. Ну, пусть так и будет, значит, это и как бы имеет место быть. Вот, в долгосрочной перспективе он помогает, симптомов действительно станет меньше, ну, отказавшись от препарата, вы опять окажетесь, так сказать, у разбитого корыта, потому что никакой работы вы над собой не проводили. Что ещё можно, да, какой метод предпринять, чтобы избавиться от этих злосчастных симптомов? Можно применить физическую нагрузку, да, любую физическую нагрузку. Вот вы испытываете напряжение путём занятия спортом, какая-то пробежка, там, поднятие, отягощение, да всё, что угодно, игры спортивные. В действительности мы немножко уменьшаем количество стресса в нашем теле, да, что очень важно, потому что, когда мышцы работают, адреналина становится постепенно всё меньше и меньше, и, соответственно, симптомы немножко угасают. Эндорфинчики появляются, немножко ощущение такой лёгкости появляется. Но опять же, опять же, это борьба, скажем так, со следствием. Ведь эмоциональное напряжение от чего-то возникло, да, вот оно возникло, накопилось у вас в теле, вызывает такое соматизированное состояние, и вы с ним боретесь. Да, спорт немножко в этом помогает, немножко убирает состояние, но как только вы отдохнули или легли на диван после долгой пробежки, спустя час-два всё опять возвращается, и что, опять бежать. Ну, как говорится, от себя ни в коем случае не убежишь. Какой ещё метод? Можно применить метод отвлечения, да, что очень часто используют люди, испокон веков это использовали, отвлекаться от проблемы. Если вы чувствуете, что с вами что-то не так, здесь не так, что-то тут сердце, что-то в голове, головокружение какое-то, вы можете уйти в работу, вы можете заняться чем-то, вы можете уйти в какую-то беседу, да, пойти прогуляться и так далее. Вы можете отвлечься на что-то, потому что дело в том, что в отсутствии задач наш мозг их создаёт. И если мы сидим, как говорится, на диване и смотрим в потолок и ждём, когда нас отпустит симптоматика, когда наше сердце придёт в норму, либо тошнота пройдёт, или, ну, любой из симптомов, он не пройдёт, потому что мы на нём концентрируемся, и никакого толка из этого не будет. А если мы начинаем отвлекаться, чем-то заниматься, это играет свою положительную роль, и мы больше практикуем какую-то занятость, да, интерес к чему-то, чем своё тревожно-мнительное вот это мышление. Ага, а если сейчас усилится, а если это не пройдёт, и так далее, и тому подобного. Следующий метод, который, наверное, самый эффективный из вышеназванных, это методы расслабления. Что это может быть? Какая-либо релаксация, медитация, диафрагмальное дыхание. Это тоже работает, потому что, когда мы испытываем, как я уже сказал, эмоциональное напряжение, мы чувствуем его в теле, в наших мыслях, всё тревожное, всё нам не нравится, мы погружаемся в некое состояние спокойствия, если можно так назвать, да, ушёл в состояние там медитации, релаксации, и ты чувствуешь, что, да, действительно, как бы немножко стало полегче. Полегче, напряжение спало, но здесь опять же, опять же, такая же ситуация, как занятие спортом. Да, я вышел из этого трансового состояния, пошёл, подвигался, мысли опять залетели в голову, бум-бум-бум, я опять это всё почувствовал, и опять я переживаю. То есть, по сути, если бы я всё время находился в состоянии релаксации, вот это был бы единственным выходом от этого состояния. Да, тогда можно было это не чувствовать. Однако спустя полчаса практики той же медитации, вы всё равно вернёте жизнь, а по сути медитация ничего не поменяла, кроме как снятия напряжения, вы опять будете его накапливать. И это всё, ну, не то чтобы бесполезно, это не приведёт к окончательному излечению вашего состояния, если можно так выразиться. По сути, вообще, всё, что я назвал, приём транквилизаторов, нейролептиков, да, тоже может быть, приём антидепрессантов, занятие спортом, отвлечение на какую-то работу, релаксация, медитация, что это такое? Вот вообще, что это такое? Ведь это не лечение, вы сами это понимаете. Это избегание, это избегание вашего состояния. Когда вы применяете любой из этих методов, вы тем самым как бы говорите себе, что моё состояние неуносимо, возможно, оно опасно, возможно, оно приведёт к чему-то, я больше так не выдержу и так далее и тому подобное, то есть катастрофизация такая уже идёт относительно собственных состояний. Мне нужно срочно с этим что-то сделать, мне нужно срочно от этого избавиться. И поэтому вы начинаете принимать препараты, заниматься спортом, делать всё, что угодно. Понимаете, что вам этот спорт не интересен. А почему не интересен? Потому что вы относитесь к спорту как к средству от невроза, от вашего вегетативного проявления, вот этого напряжения. И поэтому от медитации вас уже тошнит, от уборки дома невозможно уже убираться, потому что я уже 10 раз на день это делаю. А почему всё так плохо? Да потому что вы бежите от собственного состояния, вы пытаетесь от него убежать. А как я уже говорил, убежать от себя невозможно. Это состояние даст о себе знать. И сам напрашивается следующий метод воздействия на наше напряжение – это принятие. То есть принять это состояние таким, как оно и есть. То есть не избегать, не убегать, не заниматься спортом, не запивать это таблетками, а просто это принять, осознать, что да, это как бы не невыносимо, тяжело, сложно, безусловно. Хотелось бы, чтобы этого не было, конечно же. Потому что большинство людей это не испытывается вот так вот спонтанно, ни с того ни с сего. Испытывают вегетативное напряжение в момент реальной опасности либо реального стресса. А у нас стресс придуман, и мы сами себе его накручиваем в голове и постоянно испытываем дискомфорт. Да, это можно принять. Это можно принять, потому что по сути вы ничего с этим не можете поделать. Да, вы можете, конечно, что-то сделать из вышеперечисленных методов, но опять же это приведет вас к разбитому корыту. Да, это будет все-таки избеганием. А когда вы сможете это состояние принять, невзирая на его якобы коварство, вот настолько оно тяжелое, настолько оно сложное, да, но здесь нужно задать вопрос, настолько ли оно невыносимо, да, вот насколько вы это описываете, так ли это страшно? Ведь вы это переносите. Вы многие годы с этим живете, многие. Так ли это невыносимо? Вот в чем вопрос. Или ваше отношение все-таки к нему такое вот такое болезненное. Вот, и вы, если с этим разберетесь, это состояние можно принять. Можно принять. И этот метод будет более эффективен из всех, но он требует, скажем так, храбрости, я бы так сказал, да, вот принять это состояние, ничего с ним не делая, но он самый эффективный. И следующий метод, следующий метод, он самый правильный, самый правильный, но самый сложный. Тот метод, к которому вы, собственно, все придете в конечном счете в лечении своего невроза, это работа с мышлением. Работа с мышлением – это значит работа с теми моментами, которые создают ваше эмоциональное напряжение. Да, это ваши мысли, то, о чем вы думаете, то, какие у вас есть глубинные убеждения, какие у вас иррациональные убеждения есть, да. Из-за этого вы чувствуете напряжение, из-за этого возникают симптомы. А потом в итоге вы не хотите, чтобы эти симптомы у вас были и создаете вторичную тревогу и переживаете еще за это. Вот, если, допустим, работать с мышлением, невзирая на ваши симптомы, как бы, они есть, так и есть, да, то это будет очень эффективно. Как вы видите, эффект принятия и работа с мышлением, они идут как бы в связке. Симптом – ты принимаешь и работаешь с первопричиной. Почему, во-первых, я себя так чувствую? А почему мое сердце так колотится, да? Почему вот я чувствую сейчас напряжение в спине, а почему у меня расстройство ЖКТ? Вот, здесь вопрос к вашим мыслям. И как только вы с этим начнете разбираться, начнете устранять свои вот такие ошибки, так называемые, вы будете их заменять на альтернативное мышление, более, скажем так, рациональное, и человеку становится легче. Да, вот как, собственно, это и есть лечение невроза, так называемое, если можно так назвать, лечение, как я уже сказал, потому что это не болезнь, это такое расстройство, причем абсолютно обратимое, абсолютно обратимое у всех. Все зависит от того, как вы к нему подходите и что вы с этим делаете. Если вы используете препараты и всяческие избегания, безусловно, это затянется на годы. Если вы сможете это принять, конечно же, самостоятельно не всегда это просто сделать. Тут нужно говорить правду. Иногда нужен человек, который поможет вам, поможет, подскажет, как принять, как поработать с мышлением, индивидуально поработать с психотерапевтом, с психологом, с специалистом, который занимается непосредственно тревожными расстройствами. И тогда можно сократить сроки пребывания вас в данной проблеме. Поэтому, друзья, не избегайте, работайте над собой, и все у вас получится. Всем удачи, всем здоровья. Пока-пока.